Книга «Открытым оком» автор Игнатий Тихонович Лапкин, 16 том, вопрос 3043. Мне подарили панно, изготовленное в русских традициях. Русская печь, ухват, яблоки, баранки-бублики, ложка, кувшин, кринка, веник, мальчишка и растрепы, девчонка с длинными косами. Все это изготовлено из соленого теста, пакли, рогожи, соломы. И это называется оберегом дома. Изготавливают это панно общество слепых в городе Рубцовска Алтайского края. А расписывать помогают глухонемые. Эти панно очень красочные и несут теплоту рук человеческие и доброту. А что по этому поводу говорит Библия? Ответ. Если как произведение искусства, то пусть пыль собирают. Они безвредны, если не сидят мыши и не изломают дети. И слово оберег, кажущее сквозное язычество, может быть только для рекламы, а ничего мистического там нет. Если это африканские маски или амулеты серных шаманов, то их нужно уничтожить. Идолопоклонство вот так и рождалось, как оберег. Премудрость Соломона 14 и 16. Потом, утвердившийся временем, этот нечестивый обычай соблюдаем был как закон, и по повелениям властителей изваяние почитаемое было как божество. Послание Иеремии нетрудно прочитать. Оно как раз об этих оберегах и их коварстве, бесполезности и душепагобности. Башков Терафимов всегда хватало. А ради денег чего не сделаешь? И верующий тоже обзаводится такой мерзостью, и в домах священников есть много непотребства. Книга Судей, 18-17. Пять же человек, ходивших, осматривая землю, пошли и вошли туда, взяли и Стукан, и Ефот, и Терафим, и Литый, кумир. Священник стоял у ворот с теми шестюдесями человеками, припоясных воинским оружием. Оберег – это от слова «беречь», а это может сделать только Бог. Притча 2,8. Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих. Иоанн Златоуст утверждает, что дом оберегает Библия и делает жилище недоступным песом. В Библии мудрость. В Библии открыт путь спасения – источник мудрости. Примудрость 4,6. Не оставляй ее, и она будет охранять тебя. Люби ее, и она будет оберегать тебя. Все, что слепые налепили на панно, у нас зрячих есть в Потеряевке. И русские печи, и ухваты, и растрепы, и косы длинные. Пусть бы платья длинные носили, а не оскверняли себя ношением мужских брюк. Не были мерзавками. Второзаконие 22,5. На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье. Ибо мерзок пред Господом Богом твоим, всякий делающий сие.